Так сейчас выглядит вход на городской пляж Ривьера. От ларьков и кафе, закрывающих панорамный вид на море, практически не осталось следа. Демонтаж конструкции будет завершен уже на следующей неделе. А примерно так эта территория будет выглядеть к началу летнего сезона. Задача главная, чтобы тот городской пляж, который у нас есть, он к первому июня был открыт, оборудован всеми необходимыми элементами. Упор на безопасность, сохранение исторической части здесь должно стать намного лучше в рамках тех заключений, всех договоренностей с жителями, которые просили, чтобы это все осталось. Сохранить историческую часть Кавказской Ривьеры – главная задача. Большое внимание уделено и озеленению. На этом месте появится сквер с лавочками и клумбами. Цветущим будет и новый спуск к морю шириной 24 метра. Его оборудуют удобной для колясок дорожкой, чего сейчас так не хватает жителям и гостям курорта. Для нас, как молодых мам с детками, очень хочется видеть просторные набережные, чтобы не было напущенных этих всяких ларечков, магазинчиков, кафешек, которые создают шум. И очень будет комфортно передвигаться как с колясками, так же инвалидам. Конечно, ждем, чтобы была зеленая зона. В первую очередь, как можно больше растений, цветов, деревьев. Конечно, здесь будем гулять и многие другие сочинцы будут гулять. Проект реконструкции набережной предполагает полное обновление всех берегозащитных сооружений, расширение пляжной полосы и создание прогулочного бульвара. Он объединит пляжи Ривьера и Маяк, соединит их через реку Сочи, вот такой 50-метровый мост в форме ладьи. Его строительство начнется в октябре и через год к началу курортного сезона сочинцы и гости курорта смогут прогуляться по единой Приморской набережной. 1 июня 2021 года уже будет мост готов и прогулочная зона. Как раз у нас задача стоит, чтобы от парка Ривьеры горожане, туристы пешком могли пройтись до так называемого места, где располагается наш цирк. Это все соединить единым комплексом с открытием как раз всего вида на море. Проект «Единая набережная» обсуждали еще в 2012 году, но реальные возможности его воплощения в жизнь появились только сейчас.